Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game. И у нас есть парочка турниров. Так, погружение в бой, это желательно постримить в воскресенье. Есть шоу-арены, сюда мы зайдем. И, естественно, есть бой с усилением. Кстати, мы давно не проходили турниры боя с усилением. И это очень актуально, что здесь есть усиление, потому что мои, да, многие динозавры сильные заняты. Нам нужно этих ребят как-нибудь нагнуть. Значит, мне вот хочется взять птерозавров здесь, но птерозавров взять таких, что послабее. Вот, не знаю, вот, в общем, тремя легендарными вообще-то можно как-то пробить с какими-то мега-супер-пупер-сильными усилениями. Еще-то мне кажется, что вот так вот не пойдет. Не пойдет дело, мне кажется. Ну, 8 тысяч пробить, это, наверное, из области фантастики. Давайте посмотрим, что у нас вот здесь по усилениям. Ну, допустим, вот так. Ну, такое что-то крутое взять. Такие вот какие-то усилялочки бы взять, да, не кислые. Ну, давайте попробуем. Ладно, если прогорим, возьмем кого-нибудь по... Кого-нибудь поослабее, хотел сказать. Так, ладно, Скафагнат. Скафагнат, иди в баню. Давай возьмем амфибию. Какую-то амфибику возьмем. Давайте крутозавр возьмем. Я соскучился за крутозавром. Так, ну, вообще не знаю, на что способны эти существа. Так, ну, вот тут есть усиление по здоровью. Это, короче, нас обрадует. Хотя бы мы два удара сможем выдержать. Вот, это нормально, хотя бы тиранодон. Но все равно один балл надо было поставить в защиту. А он думал, что нас пробил. А тут, фигушки, у нас резко увеличилась здоровьечка. В три раза практически. Так, да еще и более того, мы сейчас его нагнем. И даже защищусь... Ну, все равно этого, наверное, не хватит. Тридцать восьмой, блин, пробьет. Пробьет, гаденыш. А, нет, два балла. Ага, два балла, е-мое. Мы же так все резко форсировали, что он опять нас не пробил. Вот это у него облом, представляете себе? Так, но, к сожалению, эти минус три некуда использовать сейчас. А вот плюс четыре уже я знаю, куда дену. Конечно же, мы возьмем плюс четыре. Ну, вот так вот, чтобы наверняка. По-моему, хватило. Десяточка, но это был как раз идеально. На единичку меньше мы бы не пробили. Так, вот это у него такой, думает, ват, ватафак, что происходит? Как такое могло быть? Я же его должен был уничтожать еще миллион лет назад. У него остался один балл. Черт, это был только первый. Я думаю, я уже слил одного. Да, вот так вот. И все. Изи катка оказалась, да? А, да. Да, вот что делают. Усиление. Усиление. Делают из говна, из говна конфетку. Хотел сказать, из говна какашка. Вот так вот. Но это были топовые усилялки, конечно же. Так, ну что. Теперь нужно взять две амфибии. Так. Ну, кого мы тут возьмем? Давайте начнем с амфибий. Выбирать. Из такого. Возьмем среднего качества амфибий. Например, вот Эриопс. Аканто Стега. И Нунда Газавр. Нет, наверное, это будет совсем уж жестоко. Так мы, наверное, не пробьем. И давайте теперь Терозавра возьмем кого-нибудь такого пожирнее. О, Элдимар Фадон. Ну, и усилялки будем брать уже попроще. Каких у нас побольше, тех и будем брать. У меня вот по атаке так неплохо, да, если усилялок. Ну, вот так давайте пробовать. Опять же, надо было ставить первым летуна. Обязательно нужно защищаться, иначе совсем ничего не получится. Ну, очень слабые мои амфибии. Очень. Это еще хуже, чем было с терозаврами прошлыми, как мы шли. Ну, плюс 8, блин. Их просто, я покупаю их там по 30, по 40 миллионов монет. Вот эти усиления плюс 8. У меня их просто тьма, жопа, езжу, некуда девать. А у других усиления не попадается. Какой-то там явно непродуманный момент был. Ну, вот тех, кто в гавани эту сделку, короче, придумал. Как бы там надо, чтобы рандомом выпадало. Так, ну вот. Мы, в принципе, нормально все сделали. У него по нулям. Мне больше усиления, наверное, на летуна, конечно, стоит приберечь. Блин, 8800. Ну, ты, вы такое видели. Смотрите, сила удара протокосами. Прислось бить, блин, отцелых 6 ударов. Четыре атака на три. Ну, да. Да-да-да. Так, ну, мы защищаемся на следующий ход. Вот так вот. Один балл, гаденыш, он приберег. Ну, нам абсолютно побоку, что он там будет на следующий ход делать. У нас 8 в защите. Пусть на все 5 атакует, и все. Ну, да, он так и сделает, потому что, я думаю, 3 балла ему хватит, чтобы нас прибить. Да, молодец. Он думал, что за 3 балла нас уничтожит. А мы его подкараулили. И, в принципе, эти усиления даже нам не понадобились. Да. Забавная штука усиления. Бой с ними непредсказуем. Ух, так. И 3 амфибии нам предлагают взять. Так. Ну, давайте без горгозухов пойдем. Ты пойдешь танковать, а вы 2 будете демажить. Ну, опять же, мы будем брать усиление. Ну, вот так, погнали. Накажем горгозухов за их дерзость. Это шикарно. Мастер Донзавр. Самый жирный. Самый жир, короче. Интересно, а нет какой-то закономерности, в каком порядке мы выбираем усиление, с тем, в каком порядке они нам выпадают. Это было бы вообще прикольно, если они там как-то выпадают. По закономерности по какой-то. Нет, нет, нет. Мы сидим, мы сидим. Ждем. Ждем нашего времени. Мастер Донзавра, в принципе, стоит слить полностью. У него атака, ну так, довольно существенно слабее. Если он сейчас меня не атакует, в принципе, стоит ему сжечь. Баллы, хотя, не получится, наверное. Так. Ну, давайте. Минус 4, значит, это в чип, точно у него в защиту ничего нет. Раз, два, три, четыре. Отлично. И 4 в перенос. Будет классно, если он поставил их щит, то он их вообще потерял. Если перенес, то, конечно, он их сохранит. Сейчас посмотрим, что же он в итоге сделал. Будут баллы лететь? Ну, по крайней мере, 1 балл. 5 у него. Так, атака на 4. Ну, 1 балл он мог максимум перенести. Усиление использовать бесполезно. А вот его уничтожить это нужно. Ну, и с следующего пробьем следующие амфибии наши. Престозух. Ну, да, это ближайшая амфибия, которая по силе удара хоть как-то там на Гаргазуха похожа, но жизни чуть ли не в три раза меньше. Так, опять же, атака на 4. Ну, и это усиление нам не пригодилось. Так, и амфибийка. Амфибийка. Наборчик. Дали нам Капрозуха. Классный крокодильчик. И из моих любимых амфибий. Капрозух. В общем, шикарно выглядит. Так, второй набор. О, три стабакинских. Это всегда хорошо. Полторушечка генов. Вообще огонь. Турнир с усилениями вообще стоит три. Ну, три набора было всего лишь. Так, и давайте вот это вот мы добьем. Что там было по условию? Любое животное выше 30 уровня. Две штуки. Так, кто у нас сожрет тирексов? Предлагаю отправить туда травоядных. Так, а ну-ка. А если вот этого взять на семерочку? У него очень слабый удар. А у нас будет еще слабее удар. Так, а ну-ка. Вот эти два справятся. Да, должны справиться. То есть у одного нашего травоядного жизнь, как у троих этих рексов. Ну, у них удар, конечно. О, смотрите. В принципе, наш 11 гемолох равняется трем вот этим вот ребятам. Его можно было и демажить. Чё-то я так пожалел. Мы же его за два удара даже два по одному пробиваем. Раз, два. Хана тебе. Ха-ха-ха, пернатый. У этого чуть больше в жизни. А, следующего мы за два удара, наверное, бы не пробили. Хотя мы пробили, мы с бонусом все-таки. Так, ну и все. Давай, атакуй, Рекс. Умри достойно. Молодец. Он не стал тянуть кота за хвоста, да? И решил умереть от рок-мана стеготопса. И что оно тут за награда? Оста-фрикозаврус. Ну, ничего толкового. Ну, Терезинку-резинку дали. Это хорошо. Мне, кстати, Терезинозавров нужно тоже подвосстановить, по-моему. Давайте заглянем. У меня вот где-то они вот здесь вот гуляют, да? Вот у меня нехватка Терезинозавров. Вот такой, Господи. Такой забавный, да? Смешной такой. Этот динозавр-косарь, да? Или это он сигназур-косарь, кто там, как там, кто переводится? Я уже и забыл. Так, а ну, какой стиль тут гибелит? А, ну да. Терезинозаврик. Так, ну, давайте. Ну, в общем-то, на этом, ребятки, тогда все. Всем спасибо за просмотры. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok